Приветствую вас дорогие мои зрители! Хочу поделиться с вами лучшим рецептом заморозки баклажанов на зиму. И для этого нам понадобятся баклажаны, растительное масло, пакеты для запекания, я беру большие 45 на 55 сантиметров, и полиэтиленовые мешки для заморозки. Можно брать любые, но главное, чтобы они были плотные. Баклажаны очищаем от плодоножки и нарезаем поперек кружочками. Толщина кружочка примерно 1 сантиметр. И каждый кружочек нарезаем квадратиками, либо просто разрезаем на 4 части. Все зависит от размера баклажана. Для заморозки лучше брать молодые баклажаны, они более плотные, и при запекании выглядят они лучше и получаются вкуснее. Нарезанные баклажаны перекладываем в большую миску, в которой будет удобно перемешивать их с растительным маслом. Добавляем растительное масло. Масло можно брать любое, я беру кукурузное. И хорошо перемешиваем баклажаны с растительным маслом, так, чтобы каждый кусочек хорошо промазался. Это будет препятствовать выходу влаги из баклажан во время запекания. И перекладываем баклажаны в пакет для запекания. Разравниваем баклажаны тонким слоем в пакете и завязываем пакет с помощью клипсы, либо можно просто завязать. Кладем пакет с баклажанами на холодный противень. Делаем на пакете небольшие надрезы для того, чтобы лишний пар выходил во время выпечки из пакета. И выпекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Баклажанам даем остыть. И перекладываем остывшие баклажаны в пакеты для заморозки. Посмотрите, какие они красивые получаются. Вся влага осталась внутри баклажана, то есть они совсем даже не потепли. Упаковываем их порционно для заморозки. Примерно это 400, либо 500 грамм. И кладем в морозилку. Очень удобно зимой достать такой пакетик. Эти баклажаны можно добавить в жареную картошку, в салат. Сделать баклажаны под маринадом. В общем, все на ваш вкус. И вот так вот они выглядят замороженные. Они очень легко отделяются. То есть можно не полностью пакетик весь использовать. Можно просто отделить. И вот я несколько кусочков разморозила. Хочу вам показать, как они выглядят размороженные. То есть они абсолютно не текут. Вся влага внутри. Они такие же вкусные. Даже не чувствуется, что они были замороженные. Рецепт просто замечательный. Я вам его рекомендую. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачных заготовок. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.